Тайкера Карлсона По крайней мере вот в чем. Европейские лидеры управляют своими странами почти так же, как наши нашей. Они бесконечно мусолят тему демократии, но в то же время делают все возможное, чтобы избежать элементарных требований демократии, таких как свобода слова и представительное правительство. Несколько лет назад тогдашний премьер-министр Италии Паоло Джентилони хвастался перед Всемирным экономическим форумом планами добиться большей социальной справедливости, под чем он подразумевал ввоз многих тысяч малообразованных экономических мигрантов из стран третьего мира в Италию. «Мы очень открыты в вопросах миграции», — сказал он, «мы спасаем жизни на море». «О, вы спасаете жизни, да? Поздравляю, вы такой хороший человек». Но вопрос в том, и это актуальный вопрос при демократии, что люди, живущие в Италии, то есть ваши избиратели, думают на этот счет? Как объяснил премьер-министр, ему было все равно. Цитирую. «Требование большей демократии не только неправильно, но даже опасно». Уловили? «Вы управляете страной от имени народа, вы не король, вы демократически избранный лидер, вы управляете ею от имени населения, но в то же время, цитата, «опасно» позволять мнению этих людей влиять на ваши решения». Звучит знакомо? «Хо-хо-хо, конечно, ведь это именно та демократия, при которой живем мы, то есть фальшивая». На самом деле, ни в одной стране на Земле нет большинства, которые считают открытые границы хорошей идеей. Или считают глобальное потепление наиважнейшей проблемой. Или считают разумным поместить все население в карантин из-за вируса гриппа. Вы не найдете большую группу людей, которые бы хотели все это. Но на Западе вы получаете все это с лихвой, потому что политикам все равно, что вы думаете. Ваше мнение опасно. Заткнись, расист! Само собой, так не может долго продолжаться. Такая система принципиально не может быть стабильной. Не получится говорить людям, что они контролируют правительство, это демократия, честное слово. А затем десятилетиями игнорировать их самое твердое мнение о том, что им важно. Так не работает в долгосрочной перспективе. Они взбунтуются, гарантированно. И лучшее, на что вы можете надеяться, что они сделают это мирно. В Италии, похоже, происходит именно это. Этим летом консервативная популистка по имени Джорджия Мелони начала набирать сильную поддержку в вопросах общественного мнения. Мелони не радикал. Десять лет назад ее взгляды выглядели бы совершенно обычными. Но поскольку она решительно отказалась поклоняться богам-близнецам климата и массовой миграции, поднялась паника. Президент Европейской комиссии фактически на камеру приказала итальянцам не голосовать за нее. Смотрите. Посмотрим, пойдут ли дела в трудном направлении. Я уже говорила о Венгрии и Польше. У нас есть инструменты. Если дела пойдут в правильном направлении, и народ, как то, что всегда... Чему все эти правительства должны быть подотчетны, играет важную роль. О, если дела пойдут в неправильном направлении, или же если избиратели не подчинятся... Цитирую, у нас есть инструменты. Ну надо же. Звучит угрожающе, потому что это и есть угроза. Но оказывается, итальянцы настолько отчаялись, что им уже все равно. Они не боятся. А не боятся они, потому что неолиберализм, который эта леди так рьяно продвигает, разрушил их страну. Цены на энергоносители в некоторых районах Италии выросли более чем на 400% по сравнению с прошлым годом. Из-за чего? Из-за бессмысленного конфликта на Украине и климатической политики. Это не случайность, и все это знают. Тем временем некоторые районы Италии становятся просто опасными. Такого раньше не случалось, не считая Сицилии. Но теперь это так. Почему? Все знают почему. И правительственная статистика ясно показывает причину, потому что мигранты вносят вклад в огромный рост преступности. И это не тайна, но этого нельзя признавать публично. Точка, в некоторых местах это незаконно. Но Мелония одна из очень немногих политиков, кто не боится и озвучивает очевидное, всю правду, вслух. И в результате этого, поскольку она говорила о том, что на самом деле все и так знают, что в прошлой ночи ее партия, братья Италии, одержала решительную победу. Они получили оба большинства в палатах парламента. По итальянским меркам, да и по американским меркам, это революция. Но в отличие от большинства революции, человек, возглавляющий эту, может объяснить, чего она хочет. Она может сформулировать это понятным для людей языком. Она умна. Вот отрывок из речи, которую она произнесла ранее, в этом году, и которая привела к результатам прошлой ночи. Смотрите. Все, за что мы выступаем, сейчас под угрозой. Наша индивидуальная свобода под угрозой. Наши права под угрозой. Суверенитет нашей нации под угрозой. Процветание и благополучие наших семей под угрозой. Образование наших детей под угрозой. Видя все это, люди понимают, что в наш век единственный способ быть бунтарями, это сохранять то, кто мы есть. Единственный способ быть бунтарями, это быть консерваторами. Они попытаются отнять у нас все. Но им не отнять у нас того, кем мы являемся. И знаете что? Ценить то, кто мы есть, и знать, что мы защищаем, это все, что нам нужно, чтобы справиться с этим вызовом. Она не шутит. Она так же серьезна, как и тот исторический момент, который мы переживаем. Наши права под угрозой, сказала она. Суверенитет нашей нации под угрозой. И что важно, цитирую, процветание и благополучие наших семей находятся под угрозой. И это правда. Вот почему это находит отклик. Потому что это так. И не только в Италии. Нас это тоже касается. Американские семьи сталкиваются с таким же натиском со стороны тех же самых ядовитых идеологий. Разница здесь в том, что в этой стране это редко признается, разве что маргиналами. Мелони не маргинал. Она новый премьер-министр Италии, скоро им станет, и она говорит это вслух. Сравните с тем, что происходит в США. Республиканцы только что изложили свою программу. Это документ под названием «Обязательство перед Америкой». Ничего особенного. Там вряд ли найдется много того, с чем бы вы не согласились. Слышали о нем? Нет, вероятно, не слышали. Наверняка не читали. Никому не интересно. Почему? Потому что там нет ничего значимого. В этом документе нет ни слова о преступлениях против американской семьи, которые вы видите каждый день. А ведь большинство людей волнует именно это. Что насчет детей? Будет ли у них жизнь, похожая на мою? То, что называли американской мечтой, она еще существует? Смогут ли они позволить себе жить в тех же условиях, что и выросли? Будут ли у них те же возможности, которые были у нас? Нет. Люди раздосадованы этим, на то есть причины. Но никто не говорит об этом. И это странно, потому что мы знаем, и теперь тому есть подтверждение, что когда политики осмеливаются говорить правду о том, что на самом деле происходит, это, как правило, дает плоды. Опять же, вот новый премьер-министр Италии. И пока смотрите, спросите себя, проголосовали бы вы за такого кандидата, если бы у вас была такая возможность в нашей стране. Почему семья — это враг? Чем семья так пугает? На все эти вопросы есть один ответ. Потому что она определяет нас. Потому что это наша идентичность. Потому что все, что определяет нас, теперь является угрозой для тех, кто хочет, чтобы мы больше не имели идентичности и просто были рабами, идеальными потребителями. Честертон написал более века назад. Посмотрим, смогу ли я найти. С огнем будут отстаивать, что 2 и 2 — это 4. Придется обнажать мечи, дабы доказать, что листья зеленые летом. Это время пришло, сеньоры. Мы готовы. Спасибо. И это человек, которого описывают по всему американскому телевидению как, цитата, «правый радикал». Это правый радикализм, серьезно? Потому что она признает, что американские семьи подвергаются нападкам? Конечно, это так. Думаете, это случайность? Нет. И она объясняет, почему. Все просто. Если вы хотите установить тоталитарный контроль над страной, конечно же, сначала нужно уничтожить семью. Потому что никто с глубокой лояльностью перед семьей тем, что должно быть у каждого. Никогда не станет присягать на верность, клясться в абсолютном повиновении политику. Зачем им это? Если хотите абсолютного послушания, необходимо разорвать семейные узы. И вот почему государственные школы промывают мозги вашим детям ценностями, которые вы презираете, а затем говорят им доносить на вас, как на мысли преступника, если будете возражать. Это происходит. Вам это не кажется, и на то есть причина. Волк — это не просто политическая идеология, это не просто что-то раздражающее, что мы можем игнорировать. Но это государственная религия. Она вытесняет настоящую религию, которую также целенаправленно уничтожают. Если не сопоставлять факты, это можно упустить из виду. Но Мелони это заметила. Она прекрасно все понимает. Смотрите. Всего несколько месяцев назад бюрократы Европейского Союза написали документ на сотни страниц, в котором говорится, что для того, чтобы быть инклюзивными, мы должны исключить все упоминания о Рождестве. Иисус, Мария и все христианские имена следовало удалить из всех официальных поздравлений. Уступим ли мы этим требованиям? Нет, не уступим. Мы будем бороться. Будем бороться с достоинством и уверенностью. То есть они ненавидят вашу семью, вашу религию, и вам не нужно с этим мириться, потому что при демократии ваш голос должен иметь значение, ваш в смысле населения. И это радикальное послание, бог, семья, страна, что тут радикального? Трудно представить себе более нравственное послание, более гуманную платформу. Фашисты не верят в бога, потому что бог соперник их власти, это очевидно. Это человек, публично говорящий о вере в бога. Это так страшно, но это действительно страшно. Это очень пугает людей, которые управляют и пользуются благами нашей нынешней системы. А почему это так? Она не первая, кто говорит об этом. Люди говорили так раньше, но ее только что вознаградили за это. Вот в чем дело. Населению нравится это. Вот чего они на самом деле хотят. Они не сильно беспокоятся о глобальном потеплении, они не хотят открытых границ. Они думают, что ВОУК абсурден, они хотят говорить, что думают. И теперь это очевидно, потому что она только что выиграла. И поэтому даже в этой стране люди, управляющие и извлекающие пользу из глубоко коррумпированной и обреченной системы, сейчас в истерике. Понаблюдайте за этой реакцией. Я хочу начать сегодня с разговора о правом политике, о котором нам всем следует беспокоиться, который сегодня на подъеме. Политик, отмахивающийся от обвинений в фашизме. Что отличает нас от, скажем, Италии, которая избрала фашиста? У нее фашистские корни. Ультраправая политическая партия, корни которой восходят к послевоенному неофашизму. Партия с корнями в итальянском фашизме. С корнями в итальянском фашизме. Соизвольте дать определение фашизму, Джо Скарборо. О, извините. Ты идиот, поэтому не сможешь. Но суть в том, что фашистский, значит, неприемлемый. Что бы эта дамочка ни говорила, вам не разрешается с ней соглашаться. Их очень беспокоит, что так много итальянцев действительно согласны с этим. Значит, ее позиция должна быть совершенно неприемлемой. Не читайте дальше. Она фашистка. И если вы об этом не знали, недавняя статья Нью-Йорк Таймс о Мелоне содержит слово «фашизм» и его производные 29 раз. Не самый тонкий подход. Похоже, она вот-вот вторгнется в Польшу. Мы должны волноваться. Посмотрите на это. Говорили, такое больше не может повториться. Сто лет назад Муссолини двинулся маршем на Рим. Ввергнув страну в два десятилетия диктатуры в союзе с Гитлером и во Вторую мировую войну. Сегодня фашистской партии нет, но многие говорят, что это их политические наследники, братья Италии. Из маргинальной периферии они разрослись в крупнейшую партию страны. Теперь их лидер Джорджия Мелони готова создать самое право-радикальное правительство со времен Дуччи. 45-летняя активистка настаивает, что она не фашистка, просто гордый консерватор и националист, которые, тем не менее, не претят некоторые отличительные черты итальянского фашизма, как этот девиз. «Бог, отечество и семья». «Бог, семья, страна, вот это настоящий ужас!» «Ни слова о климате или равенстве». Но опять же, именно их истерия и полное нежелание задавать очевидные вопросы раскрывают вам секрет. Они в панике, потому что знают, что нынешняя система обречена. На самом деле, то, что произошло в Италии, это лучшее, на что они могут рассчитывать. Потому что это была мирная передача власти. Это хорошо. Это то, чего вы хотите. При демократии людям должно быть позволено оказывать определенное влияние на приоритеты правительства, которое утверждает, что представляет их. И когда они выступают на выборах, те, кому народ отказал в поддержке, имеют моральное обязательство остановиться на секунду и задаться вопросом. «Почему им не понравилось то, что я предлагал?» Они имеют право на свое мнение, и вообще их мнение во главе угла нашей системы, этой демократии. Но они никогда не спрашивают себя об этом, они вообще ни в чем себя не винят. Так было в 16-м, когда избрали Трампа, они тут же обвинили Путина! Или македонские бот-фермы! Они никогда не винят себя, и поэтому они не вынесли ни единого урока из произошедшего. Именно это происходит не только на американском телевидении, но и в Италии, и в Европейском Союзе. Бюрократы, которые заставили итальянцев добиваться перемен мирным путем у избирательного ящика, совершенно не желают извлекать уроки из этих выборов. Они просто продолжат скармливать свой мусор глубоко неблагодарной нации, пока не произойдет настоящее восстание. Надеемся, это не произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok